Итак, друзья дорогие, 14 января, Старый Новый Год. Всю славянскую комьюнити или сообщество, неважно где вы живете, поздравляем со Старым Новым Годом. И пусть этот год будет особенным. А он будет особенным, потому что вы являетесь частью библейского марафона 2022. И мы с вами читаем русскую каноническую библию в синодальном переводе. И когда ты читаешь Слово Божие, то ты получаешь откровение. А откровения, они просвещают разум и дают возможность следовать воле Божьей. А когда ты находишься в воле Божьей, тогда ты находишься в благословении. И когда ты находишься в благословении, тогда ты прославляешь Отца Своего Небесного. А что может быть лучше, чем это? Итак, друзья, мы с вами в книге Иисуса Навина. И мы продолжаем с 11 главы. «Услышав сие, Иовин, царь Осорский, послал к Иоваву, царю Мадонскому, и к царю Шимронскому, и к царю Ахсавскому, и к царям, которые жили к северу на горе и на равнине с южной стороны Хиннарофа, и на низменных местах, и в Нафуфдоре к западу. К кананеям, которые жили к востоку и к морю, к Амореям и Хитеям, к Ферезеям и Киевусеям, жившим на горе, и к Евеям, жившим подле Ермона в земле Массифе. И выступили они и все ополчения их с ними многочисленный народ, которым множеством равнялся песку на берегу морском. И коней, и колесниц было весьма много, и собрались все царисии, и пришли, и расположились с Таном вместе при водах Миромских, чтобы сразиться с Израилем. Но Господь сказал Иисусу, не бойся их, ибо завтра, около сего времени, я придам всех на избиение Израиля, конем же их, перережь жилы и колесницы их, сожги огнем. Иисус и с ним весь народ, способный к войне, внезапно вышли на них к водам Миромским и напали на них, и предал их Господь в руки израильтян, и поразили они их, и преследовали их до Сидона Великого и до Мисрифов Маима, и до долины Митсвы, к востоку, и перебили их, так что никого из них не осталось, кто уцелел бы. И поступил Иисус с ними так, как сказал ему Господь, конем их, перерезал жилы и колесницы их, сжег огнем. В то время, возвратившись, Иисус взял Ассор и царя его убил мечом, и побили все дышащее, что было в нем мечом, предав заклятию, не осталось ни одной души, а Ассор сожег он огнем. И все города царей сих, и всех царей их взял Иисус и побил мечом, предав их заклятию, как повелел Моисей, раб Господень. Впрочем, всех городов, лежавших на возвышенности, не жгли израильтяне, кроме одного Ассора, который сжег Иисус, а всю добычу городов всех и скот разграбили сыны Израилевы себе. Людей же всех перебили мечом, так что истребили всех их, не оставили ни одной души, как повелел Господь Моисею рабу своему. Так Моисей заповедовал Иисусу, а Иисус так и сделал, не отступил ни от одного слова во всем, что повелел Господь Моисею. Таким образом, Иисус взял эту Нагорную землю, всю землю Полуденную, всю землю Гошен и низменные места, и Равнину, и Гору Израилеву, и низменные места при горе. От горы Халак, простирающийся к Сиеру, до Ваалгада в долине Ливанской, подле горы Ермона, и всех царей их взял, поразил их и убил. Долгое время вел Иисус войну со всеми семи царями. Не было города, который заключил бы мир с сынами Израилевыми, кроме Иевеев, жителей Гаваона. Все взяли они войною, ибо от Господа было то, что они ожесточили сердце свое и войною встречали Израиля, для того, чтобы преданы были заклятию и чтобы не было им помилования, но чтобы истреблены были так, как повелел Господь Моисею. В то же время пришел Иисус и поразил всех инакимов на горе Февроне, в Дамире, в Анабе, на всей горе Иудиной и на всей горе Израилевой. С городами их предал их Иисус заклятию. Не осталось из инакимов в земле сынов Израилевых, остались только в Газе, в Гефе и в Азоте. Таким образом взял Иисус всю землю, как говорил Господь Моисею, и отдал ее Иисусу в дел израильтянам по разделению между коленами их, и успокоилась земля от войны. Глава 12. Глава 13. Глава 13. Глава 13. Глава 13. Глава 13. Гава 13. Глава 13. Глава 13. Глава 13. Глава 13. Глава 13. Глава 13. Убили с Израилевым мечом в числе убитых ими. И на долине Бифгора, и Бифнемра, и Сокров, и Цафон остаток царства Сигона царя Исивонского. Пределом его был Иордан до моря Хенеревского, за Иорданом к востоку. Вот удел сынов Гадовых по племенам их, города и села их. Моисей дал удел и половине колена Монасина, который принадлежал половине колена сынов Монасиных по племенам их. Предел их был от Маханаима весь Вассан, все царство Ого царя Вассанского и все вселения Иаировы, что в Вассане 60 городов, а половина Галаада и Астаров и Ядрия царственные города Ого Вассанского, сынам Махира сына Монасина, половине сынов Махировых по племенам их. Вот что Моисей дал в удел на равнинах Моавитских за Иорданом против Иерихона к востоку. Но колену Левийну Моисей не дал удела. Господь Бог Израилев сам есть удел их, как Он говорил им. Глава 14. Глава 14. Глава 14. Глава 14. Глава 15. 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 Глава 14. и поворачивает предел к валу который из кириаф и арим потом поворачивает предел от вала к морю горе си си ру и идет северная стороной горы и арим который есть кисалон и не исходя к вивса миссу проходит через фимну отсюда предел идет северной стороной и крона и поворачивает предел к шикарону проходит через гору землевал и доходит до и овнеила и оканчивается пределу моря западный предел составляет великое море вот предел сынов и удиных с племенами их со всех сторон и халеву сыну и фонину иисус дал час среди сынов и удиных как повелел господь иисусу кириаф арбы отца инаково иначе хеврон и выгнул оттуда халев сын и фонин трех сыновей инаковых шишая ахимана и фолме фолмая детей инаковых отсюда пошел против жителей давира и сказал халев кто поразит кириаф сефер и возьмет его тому адам ахсу дочь мою в жены и взял его гафанаил сын кеназа брата халевого и отдал он жены ему ахсу дочь свою когда надлежала и идти ее научили просить у отца ее поле и она сошла со сла халев сказал и что тебе она сказала дай мне благословение ты дал мне землю полуденную даме и источники вот и дал мне источники верхники и источники нижние вот удел колена сынов и удиных по племенам их города с края колена сынов и удиных в смежности с идумею на юге были кавциил эдер и ягур кина димона адада кедес ассор и ифнан зив телем и валов гацор хадад хадафа кириаф хитрон иначе гацор а мам шема и молода хацар и гада хешмон и вевпалет хацар шуал вирсабия и визиофия ваала и им и ацем элфалат кесил и хорма циклак мадмана их сансана леваоф шерихим аин и ремон всех двадцать девять городов с их селами на низменных местах и штаол цора и ашна зана ах энган ним тапуах и гээнам и армуф адалам сохо и азека шара им ади фаим гедеры или гедеру фаим четырнадцать городов с их селами цена хадаша мигдалгат дилиан митфи и иокфиил лохис вацкав и иглом хабон лохмаз и хифлис гедеров без догон наема и макет шестнадцать городов с их селами лимна эфер и ашан и фак ашна и не циф киила ахзив и мареша и едом девять городов с их селами и крон зависящими от него городами и селами его и отвеку на к морю все что находилось около азота селами их азот зависящи от него города и села его газа завище от него города и села ее до самого потока египетского и великого моря которые есть предел на горах шамир и отыр Esauho 단 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 И примыкает предел к Фавору, Ишагациме и Квивсамису, и оканчивается предел их Уэрдана, 16 городов с селами их. Вот удел колено сынов Иссахаровых по племенам их, вот города и села их. Пятый жребий. Вышел колено сынов Асировых по племенам их. Пределом их были Хелкаф, Хали, Ветен и Ахсав, Аламелех, Аамат и Мишал. И примыкает предел к Армилу с западной стороны и к Шихор-Люфнафу. Потом идет назад к востоку солнца в Бевдагон и примыкает к Завулону и к долине Ифтах-Эл с севера. В Бефемек и Ниел и идет у Кавула с левой стороны. Далее Еврон, Рихоф, Хамон и Кана до Сидона Великого. Потом предел возвращается к Раме до укрепленного города Тира. И поворачивает предел к Хосе и оканчивается у моря в местечке Ахзиве. Далее Умма, Афик и Рихоф. Двадцать два города с селами их. Вот удел колено сынов Асировых по племенам их. Вот города и села их. Шестой жребий. Вышел сынам Нефалима. Сынам Нефалима по племенам их. Передел их шел от Хэлефа, от Дубравы, что в Цанониме, к Адами Никеву и Иавнеилу до Лакума. И оканчивался у Иордана. Отсюда возвращается предел на запад к Азнов Фавору. И идет оттуда к Хукоку. И примыкает к Завулону с юга. И к Асиру примыкает с запада. И к Иуде у Иордана от востока солнца. Города, укрепленные Цидим, Цер, Хамав, Ракав и Хеннерев. Адама, Рама и Асор, Кедес, Эдрея и Ингацор, Ирион, Мигдалел, Хорем, Бефанав и Вифсамис. Девятнадцать городов с их селами. Вот удел колено сынов Нефалимовых по племенам их. Вот города и села их. Колено сынов Дановых по племенам их вышел жребий седьмой. Пределом удела их были Цора, Иштаул и Иршемеш, Шалавин, Айалон и Ифла, Элон, Фимнафа и Экрон, Эльтеке, Гивифон и Ваалаф, Игуд, Беневерак и Гафримон, Мееркон и Ракон. С пределом близ Иопии. И вышел предел сынов Дановых мал для них. И сыны Дановы пошли войною на Лосе и взяли его, и поразили его мечом, и получили его в наследие, и поселились в нем. И назвали Лосем Даном по имени Дана отца своего. Вот удел колено сынов Дановых по племенам их. Вот города и села их. Когда окончили разделение земли по пределам ее, тогда сыны Израилевы дали среди себя удел Иисусу сыну Навину. По повелению Господню дали ему город Фомна в Сарае, которого он просил на горе Ефремовой. И построил он город, и жил в нем. Вот уделы, которые и Елиазар, священник, и Иисус, сын Навин, и начальники поколения разделили коленом сынов Израилевых по жребию в Селоме, предлецом Господнем, у входа с киней собрания, и кончили разделение земли. Глава 20 сказал Господь Иисусу, говоря, скажи сынам Израилю, сделайте у себя города-убежища, о которых я говорил вам через Моисея, чтобы мог убегать туда убийца, убивший человека по ошибке, без умысла. Пусть города сие будут у вас убежищем от мстящего за кровь. Кто убежит в один из городов сих, пусть встанет у ворот города и расскажет слух старейшин города всего дело свое. И они примут его к себе в город и дадут ему место, чтобы он жил у них. И когда погонится за ним мстящий за кровь, то они не должны выдавать в руки его убийцу, потому что он без умысла убил ближнего своего, не имел к нему ненависти ни вчера, ни третьего дня. Пусть он живет в этом городе, доколе не пристанет предобщество на суд, доколе не умрет великий священник, который будет в те дни. А потом пусть возвратится убийца и пойдет в город свой и в дом свой, в город, из которого он убежал. И отделили кадес в Галилее на горе Нефалимовой, Сихем на горе Ефремовой, Кириафарбы, иначе Хеврон на горе Иудиной. За Иорданом против Иерихона к востоку отделили Бицер в пустыне на равнине от колена Рувимова, Ирамуф в Галааде от колена Гадова и Галан в Вассане от колена Монасина. Сии города назначены для всех сынов Израилевых и для пришельцев, живущих в них, дабы убегал туда всякий, убивший человека по ошибке, дабы не умер он от руки мстящего за кровь, доколе не пристанет предобщество на суд. Глава 21. Начальники поколений левицких пришли к Елеазару священнику и к Иисусу, сыну Навину и к начальникам поколений сынов Израилевых. И говорили им в Силоме, в земле Хананской, и сказали, Господь повелел через Моисея дать нам города для жительства и предместия их для скота нашего. И дали сыны Израилевы левитам Иис, уделав своих, по повелению Господню сии города с предместями их. Вышел с жребий племенам Каафовым, и досталось по жребию сынам Аарона священника левитам от колена Иудина, и от колена Симеонова, и от колена Вениаминова тринадцать городов. А прочим сынам Каафа от племен колен Ефремова, и от колена Данова, и от половины колена Монасина по жребию досталось десять городов. Сынам Герсановым от племен колена Исахарова, и от колена Асирова, и от колена Нефалимова, и от половины колены Монасина в Васане по жребию досталось тринадцать городов. Сынам Мирариным по их племенам от колена Рувимова, от колена Гадова и от колена Завулонова 12 городов. И отдали сына Израиля Велевитам сие города с предместиями их, как повелел Господь через Моисея по жребию. От колена сынов Иудиных и от колена сынов Симеоновых дали города, которые здесь назвали по имени. Сынам Аарона из племени Каафовых и сынов Левия дали Кириафарбы, отца Инакова, иначе Хеврон, на горе Иудины и предместия его вокруг него. А поле сего города и села его отдали в собственность Халеву, сыну Иефонину. Итак, сынам Аарона священника дали города убежища для убийцы Хеврон и предместия его, Ливну и предместия его, Иатир и предместия его, Эфштемо и предместия его, Холон и предместия его, Давир и предместия его, Аин и предместия его, Ютту и предместия его, Бевшемеш и предместия его, девять городов от двух колен сих. А от колена Вениаминова Гаваон и предместия его, Геву и предместия ее, Анафов и предместия его, Алмон и предместия его. Четыре города. Всех городов с сынами и родовым священникам досталось 13 городов с предместиями их. И племенам сынов Каафовых левитов, впрочем, и сынов Каафовых по жребию их, достались города от колена Ефремова. Далее им город-убежище для убийцы Сихем и предместия его, Нагоре Ефремовой, Гезер и предместия его, Кисаим и предместия его, Бефарон и предместия его. Четыре города. От колена Данова. Илфеке и предместия его, Гевиэмфон и предместия его, Айалон и предместия его, Гафримон и предместия его. Четыре города. От половины колена Манасина, Фаанах и предместия его, Гафримон и предместия его. два города. Всех городов с предместиями их, впрочем, племенам сынов Каафовых досталось 10, а сынам Герсоновым из племен Левицких дали от половины колена Манасина в город убежище для убийцы Галан в Вассане и предместие его, и Беештеру и предместие ее, два города от колена Иссахарова, Кишион и предместие его, Довраф и предместие его, Иармуф и предместие его, Энганим по предместиям его, четыре города от колена Асирова, Мишаил и предместие его, Абдон и предместие его, Хелкаф и предместие его, Рихов и предместие его, четыре города от колена Нефалимова у город убежище для убийцы Кедес в Галилее и предместие его, Хамовдор и предместие его, Карфан и предместие его, три города. Всех городов сынам Герсоновым по племенам их досталось 13 городов с предместиями их. Племенам сынов Мирариных, остальным левитам, дали от колена Заволонова и Акниам и предместия его, Карфу и предместия его, Димну и предместия ее, Нагалал и предместия его, четыре города. Бецер и предместия его Иоатса и предместия ее Гедемов и предместия его Мефаав и предместия его, четыре города от колена Данова, Гадова, города убежища для убийцы Ромов в Галааде и предместия его Маханаим и предместия его, Есивон и предместия его, Иазир и предместия его, всех городов четыре. Всех городов сынам Мирариным по племенам их, а остальным племенам Левицким по жребию досталось 12 городов. Всех городов Левицкие среди владения сынов Израилевых было 48 городов с предместиями их. При городах сих были, при каждом городе предместия вокруг него. Так было при всех городах сих. Таким образом, отдал Господь Израилю всю землю, которую дать клялся отцам их. И они получили ее в наследие и поселились на ней. И дал им Господь покой со всех сторон, как клялся отцам их. И никто из всех врагов их не устоял против них. Всех врагов их предал Господь в руки их. Не осталось ни исполнившимся ни одно слово из всех добрых слов, которые Господь говорил Дому Израилеву. Все сбылось. Глава 22. Тогда Иисус призвал колено Рувимова, гадывая половину колена Монасина, и сказал им, «Вы исполнили все, что повелел вам Моисей, раб Господин, и слушали слов моих во всем, что я приказывал вам. И вы не оставляли братьев своих продолжений многих дней до сегодня, и исполнили, что надлежало исполнить по повелению Господа Бога вашего. Ныне Господь Бог ваш успокоил братьев ваших, как говорил им. Итак, возвратитесь, и пойдите в шатры ваши, в землю вашего владения, которую дал вам Моисей, раб Господин за Иорданом. Только старайтесь тщательно исполнять заповеди и закон, который завещал вам Моисей, раб Господень. Любить Господа Бога вашего, ходить всеми путями Его, хранить заповеди Его, прилепляться к Нему и служить Ему всем сердцем вашим и всей душой вашей. Потом Иисус благословил их и отпустил их, и они разошлись по шатрам своим. Одной половине колена Монасина дал Моисей удел в Васане, а другой половине его дал Иисус удел с братьями Его по эту сторону Иордана к западу. И когда отпускал их Иисус в шатры их и благословил их, то сказал им, с великим богатством возвращайтесь вы в шатры ваши, с великим множеством скота и с серебром, с золотом, с медью и с железом, и с великим множеством одежд. «Разделите же добычу, взятую у врагов ваших с братьями своими». И возвратились и пошли сыны Рувимова и сыны Гадова и половина колена Монасина от сынов Израилевых из Силома, которые в земле Хананской, чтобы идти в землю Галаат, в землю своего владения, которую получили во владение по повелению Господню данному через Моисея, пришедшего в окрестности Иордана, что в земле Хананской сыны Рувимова и сыны Гадова и половина колена Монасина соорудили там подле Иордана жертвенник, жертвенник большой по виду, и услышали сыны Израилева, что говорят. А вот сыны Рувимова и сыны Гадова и половина колена Монасина соорудили жертвенник на земле Хананской в окрестностях Иордана на супротив сынов Израилевых. Когда услышали сие сыны Израилева, то собралось все общество сынов Израилевых селом, чтобы идти против них войной. Впрочем, сыны Израилев прежде послали к сынам Рувимовым и к сынам Гадовым и к половине колена Монасина в землю Галаатскую Финьеса, сына Елизара, священника. И с ним десять начальников по начальнику поколения от всех колен Израилевых. Каждый из них был начальником поколения в тысячах Израилевых. И пришли они к сынам Рувимовым и к сынам Гадовым и к половине колена Монасина в землю Галаат, и говорили им и сказали, «Так говорит все общество Господне. Что это за преступление сделали вы пред Богом Израилем, отступив ныне от Господа, соорудив себе жертвенник и восстав ныне против Господа? Разве мало для нас беззакония Фигурова, от которого мы не очистились до сего дня, из-за которого поражено было общество Господне? А вы отступаете сегодня от Господа? Сегодня вы восстаете против Господа, а завтра прогнивается Господь на все общество Израилева. Если же земля вашего владения кажется вам не чистой, то перейдите в землю владения Господня, в которой находится скиния Господня. Возьмите удел среди нас, но не восставайте против Господа, и против нас не восставайте, сооружая себе жертвенник, кроме жертвенника Господа Бога нашего. Не один ли Ахан, сын Зары, сделал преступление, взяв из заклятого, а гнев был на все общество Израилева? Не один он умер бы за свое беззаконие? Сыны Рувимова и сыны Гадова и половина колена Монасина в ответ на сие говорили начальникам тысяч Израилевых. Бог богов Господь, он знает и Израиль да знает. Если мы восстаем и отступаем от Господа, да не пощадит нас Господь сей день. Если мы соорудили жертвы не для того, чтобы отступить от Господа и для того, чтобы приносить на нем все сожжения и приношения хлебные и чтобы совершать на нем жертвы мирные, то да взыщет сам Господь. Но мы сделали сие по опасению того, чтобы в последующее время не сказали ваши сыны нашим сынам, что вам до Господа Бога Израилева. Господь поставил пределом между вами и нами сыны Рувимова, сыны Гадова и Ордан. Нет вам части в Господе. Таким образом, ваши сыны не допустили бы наших сынов чтить Господа. Поэтому мы сказали, соорудим себе жертвы не для всесожжения и не для жертв, но чтобы он между нами и между вами, между последующими родами нашими был свидетелем, что мы можем служить Господу всесожжениями нашими и жертвами нашими и благодарениями нашими. И чтобы в последующее время не сказали ваши сыны нашим сынам, нет вам части в Господе. Мы говорили, а если скажут так нам и родам нашим в последующее время, то мы скажем, видите подобие жертвенника Господа, который сделали отцы наши, не для всесожжения и не для жертвы, но чтобы это было свидетелем между нами и вами. Да не будет этого, чтобы восстать нам против Господа и отступить ныне от Господа и соорудить жертвенник для всесожжения и для приношения хлебного и для жертв, кроме жертвенника Господа, Бога нашего, который предскиния его. Финес, священник, начальники общества и голого тысяч израилевых, которые были с ним, услышав слова, которые говорили сыны Рувимова и сыны Гадова и сыны Монасины, одобрили их. И сказал Финес, сын Елиазар, священник, сынам Рувимовым, сынам Гадовым и сынам Монасиным. Сегодня мы узнали, что Господь среди нас, что вы не сделали пред Господом преступления сего, теперь вы избавили сынов Израиля от руки Господней. И возвратился Финес, сын Елиазар, священник и начальники от сынов Рувимовых и от сынов Гадовых в землю Хананскую к сынам Израилевым и принесли им ответ. И сыны Израиля одобрили это и благословили сына Израиля Бога, отложили идти против них войной, чтобы разорить землю, на которой жили сыны Рувимовой и сыны Гадовой. И назвали сыны Рувимовой и сыны Гадовой жертвенник Ед, потому что сказали они, Он свидетель между нами, что Господь есть Бог наш. Глава 23. Глава 23. Глава 23. Глава 23. Глава 23. Глава 24. 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 Глава 25. Глава 24. 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 Глава 24.